Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, уже традиционно привыкши, правильно, или привыкнув, велик могучим русским языком, к тому, что с 8 до 10 по будням программы живые, куда приходят живые люди, живые музыканты, и живенько мы тут беседу беседуем, и музыку слушаем, причем музыку очаровательную, иной раз, иной раз громкую, а иной раз такую, как сегодня. Очень, я скажу так, нестандартный коллектив, мы вам сегодня приготовили, ну и, понятное дело, рассчитываем на ваше полное внимание. Как обычно, традиция у нас такая, первая песня, после чего мы, естественно, знакомимся с коллективом близенько, называю, как группа, собственно, зовется, и каждого поименно представлю. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Я припаркую облака напротив твоего окна Твое холодное пока не видит моего тепла Я припаркую облака напротив твоего окна Твое холодное пока не видит моего тепла Вагоны тают в темноте А я коплю на свое счастье И на стекле отражается закат По улицам иду один И манекены оживают Внутри ночных витрин Прячу взгляд Не стой Покидать те города Задумайся, закрой Рукой глаза И в это же На бенде Отпусти себя Я припаркую облака напротив твоего окна Твое холодное пока не видит моего тепла Так не похоже на меня И в это пасмурное утро я у окна Разбираю снов конфликт В наушниках играет джаз И это точно нам поможет сбежать От глупых фраз Дупой инстинкт Не стой Покидать те города Задумайся, закрой Рукой глаза И в это же На бенде Отпусти себя Я припаркую облака напротив твоего окна Твое холодное пока не видит моего тепла Я припаркую облака напротив твоего окна Твое холодное пока не видит моего тепла Я припаркую облака напротив твоего окна Ну что ж, Жан, вот, собственно, группа, с которыми у вас сегодня с радостью знакомим Братцы, только говорим мы не в эти микрофоны, которые поем, а вот в эти Подтаскивайте их к себе, пожалуйста, будет удобнее Всех музыкантов попрошу в самом начале программы хотя бы разочек поздороваться Ты не бойся, тяни его к себе, он не сломается Тяни, тяни, удобно, чтобы потом не нагиб... Вот, да, чтобы вот-вот, чтобы ты к нему, а не он к тебе Группа Кролики Так называется коллектив Ну и, понятное дело, вопросов на предмет названия будет наверняка сегодня много Сами заготовьте какой-нибудь ответ Почему именно Кролики, почему это так пишется Я знаю, что 354 случая есть И 353 из них точно это ответ на вопрос Почему Кролики Роман Сафонов, вокал-баз Да, это я, всем привет Александр Зеленин, гитара-клавишный-бэк Привет-привет Молодец, у него получилось Евгений Тищенко, гитара-бэк-клавиши Это я И единственный человек с собственным микрофоном В собственном домике Барабанщик коллектива Павел Павлов Всем физкульт, привет, друзья Павел Павлов Ну надо же, а Павлович может быть еще? Нет, я Владимирович Это не сложилось Павел Павлович Павлов, было бы вообще круто, мне кажется Ну я, может быть, над сыном с вами так подшучил Поиздеваешься, да, да, да Ну, в общем, так, иногда родители любят Действительно помараковать над именем ребенка группа «Кролики». Вот так называется этот коллектив. Совсем молодые еще, интересные ребята. Будем надеяться на то, что перспектива, которую мы в них увидели, она очевидна. По крайней мере, на вашу реакцию мы рассчитываем. Как с нами связываться? Очень просто. Давайте назову все коннект-варианты, а дальше уже само собой поболтаем с музыкантами. Максим Васильев вот написал «Пока весело». Тема про парковку улыбнула. 46-47 — это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои, пробельчик, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу от вопросов до эмоций. Делитесь всем, пожалуйста. Группа ВКонтакте работает для вас. Официальная группа своего радио. Там фотография, анонсик в анонсике. Название коллектива «Кролики» выделено синим. Значит, вы, кликая на эту ссылку, оказываетесь у них в сообществе. Это тоже важно. Становясь участниками этого сообщества, получаете всю информацию о ребятах в первую очередь. Ну, то есть концерты, альбомы, туры. А у них большие туры должны быть. Городов по 58 сразу. Так, на полгода вперед. Ну, я уверен, в ближайшее время так и будет. Так что будете получить информацию в первую очередь, это всегда полезно. Видеть можно все, что здесь происходит. К сожалению, у нас всего 20% от общей аудитории женской. Но вот эти 20% сейчас могут очевидным образом заинтересоваться молодыми людьми, потому как они, мне кажется, как говорят, обаятельны, харизматичны и привлекательны. Я в мужской красоте ни хрена не понимаю, прямо говорю, да, но, по крайней мере, переслышал уже от некоторых молоденьких девочек. Ой, кролики, ой, ой, какие кролики. Так вот, видеть можно все, что здесь происходит. Зайдите, пожалуйста, на сайт своего радио, своярадио.фм. Там сверху вы увидите плеер в плеере, слева онлайн-аудио, справа онлайн-видео. Кликая на эту кнопочку, синий кружочек такой, вы оказываетесь в картинке, которую нам представляет сразу народ. Попер в чат, я смотрю, как увеличивается количество людей. Девчонки пошли, девчонки, да, естественно. Так вот, там видите картинку, плюс к этому есть чат, где можно общаться. Спасибо планете.ру за предоставленную возможность видеть все, что здесь происходит. Рома Хотим навсегда прощай. Пожалуйста. Это уже на СМС-портале сообщения стали приходить, судя по всему, от девочек ваших погонится. Ну, я так полагаю. Потому что кому еще, кроме как девочек, может прийти в голову послушать такую песню навсегда? Прощай. Сопливая, наверное, песня-то. Ничего не знаем про коллектив, поэтому будем знакомиться сегодня как с чистого листа. Откуда вы? Мы из Воронежа, да. Из Воронежа переехали в Москву полтора года назад. Ну, уже чуть больше, чем полтора года назад. То есть вы себя как позиционируете? Как воронежская группа? Но мы сейчас новый город присматриваем. Да-да-да, сейчас думаю. Мы сейчас проехали несколько городов, нам в Великом Новгороде понравилось. Да. То есть там лучше, чем в Воронеже. И в Москве. Нет, ну там Воронеже, в Москве мы уже пожили, а там еще нет, но там нам понравилось. В Нижнем. В Великом. А, Великом. Да-да-да, Ростовская область. Я так понимаю Нет? А где Великий Новгород? Под Питером это Там 200-300 километров А сколько же у нас новгородцев-то? Да ладно, два Нижний Новгород, Великий Новгород Есть в Ростовской области еще Новгород Надо проверить по Википедии, пробить Могу ошибаться Ну хорошо, вы воронежская коллектив Ну мы себя представляем, как воронежские москвичи Вот все понятно после этой фразы, обычно И сами из Воронежа живем сейчас в Москве Да, мы каждый день по-разному себя представляем Ну да, то в белой шляпе, то... А иногда совсем не представляем Да, не надо себя представлять Пусть вас представляют другие Вы рассказываете о том Сколько времени существует коллектив? Вот уже будет, знаете, я вам так скажу Первый июля будет три года Три года? Треха Три года Три года, да Три года А средний возраст группы, я имею в виду участников коллектива? 24-23 23-24 года И уже три года группе? Да И вот вы в том составе, в котором начинали? Да То есть вы еще пока не распадались? Да, то есть мы вместе все переехали У вас все впереди еще Да нет, вы не правы Мы же распадались один раз Да когда это? Ну как? Ну мы сели, что-то... Мы живем все вместе в Москве Мы снимаем квартиру, вот И мы, в общем, что-то поругались опять Из-за очередной какой-то сковородки не помытой Вот, распались на один час Вот, а потом воссоединились Но я просто не помню Мы публиковали новость о распаде или нет? Да, да, да Видимо, забыли, потому что мы об этом ничего не знаем Мы порылись в интернете И я об этом ничего не знаю Это потому, что ты сковородку просто помыл Да, мы просто тебя выгнали Ты пошел мыть сковородку, мы распались А потом воссоединились Это мою сковородку, которая, да? Хорошо, что у вас в доме женщин нет Потому что сковородка не мытая, иначе не помытая была бы на голове Ну, так обычно, традиционно Ну, или помытая, например Нет, секундочку, сначала на голове, а потом помытая Девчонки любят, наверное, так припугнуть Взяв сковородку, руки в бок и поставив Сказать, ну-ка, как называлась первая вещь, которую вы пели? Я припаркую облака Называлась песня Так и называлась Кто пишет текст у вас? Тексты пишу я, но редактируем все вместе Знаете, как вот Лига КВН большая Придумываешь текст, а потом мы Кто-то с кухни редактируют Кто-то с спальни Мы так все равно один раз поругались Из-за союза И в припеве Или и, или но Разница же колоссальная Разница колоссальная, но помимо смысла Нужно еще понимать, как этот союз Звучит в песне самой Насколько он мешает И мне казалось, что и сильнее мешает, чем но Или наоборот, я уже не помню Раз не помню, значит, это бы не было так принципиально Да Я вообще не принципиальный парень Ну, тогда зачем ссориться тогда, я не понимаю Согласился с пацанами? Да и ладно А чё нет? Действительно А чё и нет? Или а чё, но нет Давайте посмотрим на смыслы, которые меняются на ходу Давайте петь дальше, ребятки Что это будет? Следующая песня у нас называется «В Праге» Я лично никогда не был в Праге Но мне кажется, там именно так Как в песне Да Окей Группа «Кролики» здесь сегодня Прошу любить и жаловать Знакомиться с творчеством этого молодого И очень любопытного коллектива Погнали На светофорах ноября Ты молча просто ишь одна Наверное, всё зря Одиночки фонари Растают И мне выиграть парень Дотянуть бы до зари Бегут слава по проводам И руки так привыкли к твоим рукам Это нужно только нам Километром не понять Насколько сильно я их хочу обнать Сердце не умеет лгать Где-то в Праге начался дождь На бумаге я напишу тебе послание Желание Да я верю в эту любовь Даже если наши сердца на расстоянии На расстоянии На светофорах ноября Ты молча просто ишь одна Наверное, всё зря Одиночки фонари Растают И мне выиграть парень Дотянуть бы до зари Где-то в Праге начался дождь На бумаге я напишу тебе послание Желание Да я верю в эту любовь Даже если наши сердца на расстоянии На расстоянии В пустой башке нет больше слов Я был на многое готов Так же, что искренность внутри Мне так хотелось, чтобы ты Чтобы ты Чтобы ты Чтобы ты Где-то в Праге начался дождь На бумаге Я напишу тебе послание Желание Да я верю в эту любовь Даже если наши сердца на расстоянии На расстоянии На расстоянии Ну вот, это кролики. Сегодня они здесь, сегодня они в программе «Живые» презентуют твое творчество, Собирают вокруг себя, надеюсь, новую и, понятное дело, радуют старую свою Хотя, как старую, но уже теперь прикипевшую группе аудиторию Старые вряд ли их можно назвать Погуглил я Так вот, в Ростовской области есть тоже Новгород, село Куйбышево бывшее Вот я помню школьную географию Да, а Великий Новгород, понятное дело, это центр Новгородской области Действительно один из самых больших городов России, но только он не в Ленинградской области В Новгородской Ну вот, в Новгородской А, ну, нет, я просто помню, что он рядом там где-то Ну да, северо-запад страны Поэтому вы меня сбили, конечно, с Панталыку Сказав, что Великий Новгород в Ленинградской области Я, честно говоря, так это подзамер И решил, что где-то ошибка Ну, в общем, что, бывает В любом случае, не все безгрешные, правда? Да Ошибки, они иной раз даже полезны Потому как аудитория понимает, что здесь не святые люди сидят А нормальные, обычные Ну, Сергей Елисеев написал, Семен Псаки Ага, ща-за, ща-за, Сергей, ща-за Значит, а Константин Твердый Мне стыдно, что не знает Великий Новгород Сам я из этой области Ну что, Константин, ну, давайте Я сейчас покраснею, покроюсь румянцем И буду стыдиться до конца дней своих Давайте двинемся дальше У меня просто любопытно стало, кому Пришла в голову идея создания группы Потому что я так полагаю, что вы, люди совсем еще молодые Могли бы заниматься чем-нибудь полезным А вы в музыку полезли, зачем? Ну, в музыке Даже не отреагировали, да? Готовы к такому вопросу А чем еще заниматься? Да, в этой жизни, на самом деле Суть в том, что мы еще в Воронеже начали играть в музыку Еще в разных группах И у ребят, вот, как раз их трое, вот, без меня У них была отдельная группа Она называлась Пингвины, как вы понимаете Недалеко ушли от Пингвинов в Кролики А у меня был свой коллектив Там, с 16-15 лет Вот, и, в общем-то, вот эта песня навсегда Прощай как раз из того коллектива Да, да, там комментарии оставили На себя прощай, это как раз вот старый коллектив Мы уже давнишний Я сейчас задумался, значит, небольшая разница Ну, в общем, разница есть Пингвины папы, между прочим, яйца высиживают А Кролики только... Ну, да Дальше до свидания Ну, вот в этом плане как раз мне нравятся кролики А мы просто хотели быть честными Ну, вот и правда Я хотел сказать, что вы честнее поступаете, называя группу Кролики Абсолютно Пингвинами, да? Тогда, наверное, были бы какие-то иные ассоциации Мне кажется, не совсем справедливые И к вам не имеющие отношения Но вы же должны чем-то заниматься, правда? Помимо музыки Как-то жить же надо Чем вы занимаетесь, где работаете? Давайте колитесь Жень, начинай Ой, всегда с болью Я работаю в клаустрофобии У меня клаустрофобия Это такие квесты Типа, как компьютерная игра, только в реальной жизни Очень интересно, кстати, времяпрепровождение Так, объясняй Я, может быть, уже давно отстал от всего Что такое клаустрофобия в нереальной жизни Или в реальной жизни? Рассказывай Ну, в общем, это игры Такие Там комната, там дается загадка Тебя туда садят в эту комнату И тебе нужно за час выбраться Решить какие-то логические головоломки Это так, это развлечение Работаешь таким? Ну, а я слежу, чтобы у людей Не было приступов к клаустрофобии И они проходили или не проходили Ты в интернете за ним следишь? Нет, в живую Тоже через камеру Это не интернет игры? Нет, нет, нет Это живые игры? Да, да, да Ну, это типа как лабиринт? Да, как лабиринт А ты сидишь и наблюдаешь, как люди теряются И радуешься тому, как люди теряются Конечно, радуюсь Знаете, какие бывают люди там И денежку с них берут? Иногда, знаете, к клаустрофобии у них приходят А я типа не слышу Такой Ну, пускай, пускай Пускай помучается А ты сидишь, ты же Анекдот, ты мне напомнил Старый-старый, еще древний Анекдот, когда автобусная остановка Стоит водитель автобуса Полный битком автобус уже забит Ну и водила смотрит в зеркало заднего вида Бабушка с клюкой бежит к автобусу Ну, как может бабушка бежать? Вот как-то бежит И он сам про себя так Успеет, не успеет Успеет, не успеет Бабушка подбегает уже к двери Он на кнопку Дверь Не успела Суть по всему, ты работаешь так же Да, конечно И тебе за это еще плачет Шикарное место работы Лучшее, лучшее Шикарное Так, дальше поехали Кто где еще? Ну, я, к сожалению Или к счастью, не работаю Я дописываю диплом Ну, а живешь ты на что? На эмоции Так говорит мой папа А, то есть папа эмоции тебе подкидывает Да, да, да Эмоциональный очень отец Хорошо, когда есть папа С хорошим эмоциям С большим набором эмоций Скажем так Дальше кто у нас? Не хватает Паша Я работаю в прокатной конторе То есть ShowProcat.ru Вот Пожалуйста, пожалуйста Концертное оборудование Звук, свет Техникум Ну и там Принеси, подай По-ням По-ням А я пастилу продаю А почему ты так сладко об этом сейчас говоришь Я же не девочка А сладко Я понимаю Так, а я могу смотреть куда угодно Я же говорю Не, я прикольный Ты можешь Знакомиться с девушкой тебе легко Смотришь девушке И своим томным голосом Говоришь, знаешь Я пастилу продаю Все Она уже на коленях И еще одна фраза Будешь Будешь То есть ты этим пользуешься Я так понимаю В общем, не научил Естественно Браво Вот в данном случае Действительно Замечательное место И ведь не соврал же Самое главное И ведь не соврал Честно сказал девушке Глядь в глаза Я пастилу продаю Будешь Главное Подача Главное Чтобы она при этом От сладкого Ее не тошнила Вот ты понимаешь Вот есть такие девушки Которые не любят сладкого Их мало Но самые лучшие Чаще всего Не особо любят сладкое Понимаешь в чем проблема Поэтому они может быть И самые лучшие А пастила Она не очень сладкая Так Он понимает Куда я Он понимает Пастила бывает разной В общем веселые Забавные ребята Зарабатывают себе на жизнь Как любые нормальные люди В свободное От зарабатывания себе денег Время работают Еще и музыкантами Не-не-не Мы в свободное От музыки Время Там Ходим на работу Да У нас как-то так получается Слушайте У вас вообще Какая-то идеальная картина Хожу на работу Когда хочу В свободное От музыки Время Мне за это еще и плать Да Да Так и происходит Я тут сейчас выпендриваюсь Своим дипломом А я просто вижу Жизнь ребят И готов подтвердить Гениальная команда Называется «Кроники» Давайте дальше петь Что это будет? Давайте Ну Песня называется «Сон» Как всегда Живой звук В программе «Живые» Погнали День закрыл глаза «Сон» «Сон» Увидел я» Сам не знал Что ночью так просто До утра Считать эти звезды Кто и что хранит Неизвестно Там, где клад Секретные места Наши мысли рисуют картины Прославляя свое имя И похоже весь мир В твоих руках Мы лишь часть одной вселенной Как метро Кров бежит по венам Оставляя надежды В наших сердцах О красочных снах А вдруг Ребята С тех планет Это люди Которых больше нет Мертвые души Прошлых леет Может кто-то успел Испариться На тарелке Летающей скрыться Не успев допеть Финальный куплет Которого нет ВОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 в эфире нельзя. Ну, хулиганят, в общем, это нормально. Что-то у вас ещё есть с Невским 24. Какая-то связь, как я понимаю, да? Вы знакомы же с Невским 24? Нет? Нет. Нет, это понятно, да. Понятно. А девочка, которая там сидит, очаровательно, это ваш директор, я так понимаю. Да, наша замечательная Люба. Как зовут ваша Люба? Люба. И, кстати, мы всем рассказываем эту историю. У Любы второе имя Белка. Люба любит пастилу, я понял. И пастилу. Ой, пастилу она обожает. И она белка, то есть её многие знают как Белка. И звукорежиссёр у нас Лев. Получается, у нас такой зоопарк на сцене. Очень, конечно, интересно, когда у Кроликов директор Белка, а звукорежиссёр Лев. А за рулём микроавтобусов Филин. Да, у нас был. Мы хотим ещё поставить... Тогда вы катаетесь только по ночам, я понимаю. Да, кстати. Мы хотим поставить ещё ёлочки на сцене, чтобы всё это вот веселье было как-то украшено. И фонограмму. И газон искусственный. Ладненько. Давайте мы ещё одну песенку споём, для того, чтобы как-то закрепить уже то, что вы играете. Успех у аудитории нужно закрепить. Я думаю, что пришло время. Как называется следующая... Композиция называется... Извини, ещё раз. Композиция называется «Не мне судить». Как в КВН. Пошути-ка ещё раз. Как всегда, живой звук в программе «Живые кролики» здесь сегодня. Не мне судить. Аудитория судит. Поехали. Мне так нравятся пустые ответы От безразличия даёшь мне советы А мне не надо этих фраз и упрёков Я вроде понял всё без лишних намёков Но ты упрямая, как все Изначально С тобой так сложно Без тебя Всё так банально Всё так банально Открой мне дверь и я войду Закрой и я тебя пойму Определись уже скорей Сколько можно Я сделал первым этот шаг И нет пути уже назад Мне нужно быть ещё сильней Невозможно Вновь уверен в том, что я смогу тебя забыть Неважно как, неважно с кем Ни мне судить Ты могла бы тоже отказаться от меня Но что-то вдруг всё не срослось Теперь одна Но я верю всё же в хэппи-энд И до последних твоих слов Я выжидал такой момент Вдруг Вдруг Напомнит нам, что мы не зря Как не пытались разойтись В конце концов сошли с ума Вновь уверен в том, что я смогу тебя забыть Неважно как, неважно с кем Ни мне судить Ты могла бы тоже отказаться от меня Но что-то вдруг всё не срослось Теперь одна Теперь одна Так, давайте теперь будем немножко жлыб же копать Есть ли музыкальное образование у кого-то из вас, молодые люди? Да, музыкальная школа есть почти у всех Кроме тебя, да, Саш? Кроме, да, кроме Саши У всех есть музыкальная школа И всё И всё Но этого достаточно, я так понимаю Или нет? Нет, но сейчас, когда уже начинаем Там более профессионально этим всем заниматься Конечно, уже сидим, смотрим какие-то уроки и так далее С самообразованием Да, уже самообразование такое пошло Окей Теперь тоже моментик интересный Музыка чья? С текстами понятно У тебя твои тексты Да А музыка? Музыку общая Музыку мы все пишем Не, ну как так? Кто-то же рыбу придумывает Ну, рыбу придумываем обычно я либо Женя А уже до аранжировки там доделываю это уже Саше Единственный человек без музыкального образования Понятно Да, поэтому у него, понимаете, у него разум шире Он может Он не понимает, что он делает И получается круто Это правда Его не научили как надо И он, не зная как надо, делает как он хочет А поэтому получается хорошо Обычно, я не помню где Ну, давно эта мысль у меня витала-витала Витала в голове многие годы А потом я обнаружил эту мысль у кого-то Не помню у кого Обычно отличник Ну, тот, кто заканчивает школу Как называется С красным дипломом Нет, это институт С золотой медалью, да? Приходит устраиваться на работу К бывшему троечнику У которого сейчас яхты, корабли Да-да-да И так далее Понимаете, какая штука интересная Вот обычно тот, кто ничего не заканчивает Чаще всего оказывается Просто от природы Одаренным человеком Ты аранжируешь композиции Которые придумывают люди Закончившие Такие музыкальные школы Не, ну мы все равно Все Мы вместе как бы этим тоже занимаемся Это сейчас зачем сказал? Потому что вам идти потом в одну квартиру? Да нет Нет, на самом деле На самом деле Скромность уже должна быть Нет, на самом деле Если честно сказать То все происходит так Ребята, собрания, в зале Все собираются в зале Берут акустики и поехали Молодцы какие То есть у вас нормальная Коммунальная квартира Ну да, на самом деле Очень часто и рыбы Так же накидываются В зале накидали Потом пошли На репетиционную базу Собрали все в электричество Да А где у вас база? Теперь у нас Замечательная база Паша А вот мы Не столь давно Отстроили Можно сказать Отгрохали Очень крутую Репетиционную базу Сами что ли? На Савеловской Ну как Там просто было Помещение И там был грех Как бы не воспользоваться С этим И была аппаратура Собственно говоря Ну и мы То есть это какая-то Заброшенная репетиционная база Как я понимаю Нет, там как бы Это помещение Прокатное Ну прокатное помещение Там где он работает Как раз получается Ну да, тут просто еще На заднем фоне Бэки должны быть такие Прокатная контора Шоу прокатная А что же Что же не подготовились Так вот Прокатная контора То есть я понимаю Что это твоя организация Ну нет, не моя Я помогал как бы Подожди секунду Где ты берешь деньги? Под скатертью Кто их туда кладет? Жена А где она берет? У меня А где ты берешь? Под скатертью Ты сказал, что работаешь В прокатной конторе А это помещение Когда-то было прокатной конторой Она сейчас является Прокатной конторой Так Ты просто отжал это помещение? Нет В общем Я работаю В этой прокатной конторе Там есть босс Так сказать Ну понятно Главный У любой прокатной конторы Есть босс Конечно Естественно Везде есть босс Как им крутить Как без босса Вот, и, собственно, было помещение, которое располагало для того, чтобы поставить там еще репетиционную базу сделать. Подожди, секундочку, Паша, дорогой, ты сейчас как в школе перед педагогом, дорогой, вот иду я по улице, смотрю, какое странное стоит, интересное, почти заброшенное, но еще пока вполне себе нормальное здание. И само по себе помещение так и располагает меня построить там какую-нибудь репетиционную базу, может быть, прокатную контору, может быть, студию родиную поставить там. Я захожу и строю, а потом говорю, бацаны, я такую базу... Я тебе еще раз спрашиваю, чье помещение? Скажи мне уже на русском языке. Не мое. Ну, чье-то оно? Ну, друга, который занимается прокатной всей этой потехой. Так, вы за это платите? Да, естественно, конечно. Вот, вы сняли в аренду. Ну да, сняли в аренду, я просто вопрос не понял, извинить, пожалуйста, можно... Еще понятно, не спрашивай. На передачу, можно сказать. То есть вы сняли арендование. Да, да, да. Заброшенное, ну, в общем, никому не нужное помещение. По сути дела? Ну, по сути дела, да. Воложились в это дело своими собственными средствами. Совершенно точно. Вот, видите, теперь аудитория тебя понимает, как и я. Отбабахали там себе репетиционную базу, принесли туда аппарат. Да, да, да. Аппарат чей? Аппарат прокатный. Ну, как бы там... Теперь уже из твоей конторы помогают. Ну, да, да, да. Вот, наконец-то я понял. И теперь эта база ваша. Ну, да. Собственная. Ну, в смысле, никого там больше нет, кроме вас? Нет, там есть, там много... Ну, пока немного, как бы мы только запускаемся. И на правах рекламы, если по всем вопросам, пишите мне в личку, в контакт, Павлов Павел, барабанщик коллектива Кролики. Совершенно точно. Так. И мы договоримся. То есть вы еще пытаетесь субаренду это сдавать? Нет, мы как бы... Помогаем ее сдавать субаренду. Вот так. Нет-нет, да и да. Да, да, да. Вот как раз нет-нет, да и да. Спасибо, что выяснили, потому что мы сами не знали, а теперь вот перед курсом. Теперь понимаете, что... Да я сам не знал, на самом деле. Так ты придумываешь, сидишь. Ну, почти. Ну, в общем, я почему спрашиваю об этом с таким пристрастием? Просто группа-то три года, молодая совсем. Приехали вы из Воронежа. И уже в Москве у вас есть собственная база. Этим похвастаться может далеко не каждый коллектив, которому гораздо больше лет, я вам скажу. Гораздо больше лет коллективы мучаются и ищут для себя базы. А вы себе уже отгрохали в Москве. Нам повезло. Да еще в центре. Правильно? Да еще и в Савеловской. Можно выйти на поезда посмотреть, например. Хорошо. Немножко пройтись, что нужно там. Ничего, ничего. Ноги есть, вы люди молодые. Это не беда, конечно. Конечно. Ноги есть. Да и пройтись вдоль поездов, посмотреть на поезда. Песня песня. Там прекрасное расположение. Выходишь и там... Очень хорошая песня про поезда. Да. Любая. Любая. Кстати сказать, пластиночки-то есть у вас? К сожалению, пластинок у нас еще нет. У нас только есть в ВКонтакте, получается, в нашей группе есть синглы. Их четыре. А пластинка... Ну, мы работаем над этим, но лучше... Мы пока в ближайшем будущем готовы выпустить еще пару-тройку синглов. А дальше посмотрим. А потом уже с пластиночкой, думаю. А потом сразу сборник. Я понял. Лучших песен. Лучше из лучших. Тогда так. Тогда концерты. Когда вы даете, где вы даете концерты? Значит, у нас 30-го. Правильно? Я не ошибаюсь. 30-го мая. Мая. У нас концерт в Петербурге. Бар Вилка-бар. Начало там в 9 вечера. Будет очень здорово, потому что это не обычный концерт, а концерт... То есть мы будем находиться на студии Дарьян Грей, да? И будем там, собственно, играть. Студийный звук. И можно будет все на это смотреть и отдыхать. Вот так. Ну, этот бар... Тема прикольная, что там студия с баром. Да, она объединена. То есть зрители смотрят на все это через... Через окно. Окно. Да. Но мы там уже один раз выступали, нам очень понравилось. Было достаточно странно, потому что мы очень любим общаться между песнями, там, истории рассказывать, байки всякие. Вот. А тут мы не понимаем, ну, не чувствуем. Между нами стекло, и мы как в аквариуме. Но мы нашли способ пообщаться. Как Павлов себя сейчас чувствует. Ну, типа того. А я привык просто немножко. Ну да, им-то непривычно, да. Вот. И мы все-таки нашли способ пообщаться, и вот мы рады туда вернуться. Там прикольно. Не, вообще сама по себе идея такого... Интересная идея за стекло лет. То есть вы не слышите, как минимум, как вилки по тарелкам крюкают? Нет, нет. Не слышим, но между песнями нам включают звук из зала. То есть мы можем даже общаться. Мы сначала думали, а как мы будем ответы слышать людей? Мы думали, там, на листочках писать или жесты какие-то придумать. Вот. Ну, там все слышно. Ну, в свое время, когда только-только зачинался рок в России, рок-движение, в Отрадном был клуб, назывался «Отрышка». Ну, такой вот один из самых тогда модных... Даже не смейся вас тогда еще и... Хотя нет, могли быть. Могли быть совсем крохотные. Я читал про него. Да. Так вот, там сцена была отделена от зрительного зала решеткой, сеткой. Ну, вот, рабица такая. Разумно. А у вас стекло. Ну, в принципе, сетку-то быстро рвали, а стекло, наверное, такое толстое, особо не прошибертое. Ну, опять же, получается, кролики в аквариуме смешно и... Ну, да. А рядом белка бьется. Там была одна шутка, что сейчас запустят туда. Вот. 6 июня мы играем в Москве на отборочном очередном Крым-феста. Ну, это полуфинал. Это полуфинал. Мы боремся за главную сцену выйти. То есть, получается, на вторую сцену мы уже точно едем, а есть возможность сыграть на главной. То есть, вы уже на Крым-фесте играете? Да. Ну, пускай пока на второй сцене, но есть шанс из Лиги Европы попасть в Лигу Чемпионов. Абсолютно. В голове мы уже там сыграли на главную. Ну, в голове, наверное, вы уже сыграли, я так понимаю, и на Уинбл Донбл. Да. Три раза по 75 тысяч. Да, да, да. Поэтому голову оставь. Нужно, в общем, играть там, где дают такую возможность. То есть, напомню, кролики здесь сегодня, молодой, совсем, я сказал, юный, но очень любопытный коллектив. Рекомендуем вам прислушаться к тому, что они и как они делают. Это тот случай, на мой взгляд, когда молодые люди играют достаточно романтичную, такой романтичный поп-рок, но с хорошими и, я бы сказал, глубокими текстами, что тоже имеет немалое значение для аудитории. Чего загрустил-то? Да чё ты. Как-то? Петь будем? Преуныл. Давайте. Преуныл. Что это будет? Песня называется «Мечта». Как всегда, живой звук в программе «Живые кролики» здесь сегодня. Поехали. Это лето в плацкарте уезжает вверх. Типа на мокшей карте, оставляя одиночество в купе. Догорают контракты, и мне не важно с кем, мне не важны факты, я и так безразличен к своей себе. Но есть одна идея, что мешает ночью спать. Не знаю, как её из головы своей прогнать. Я так мечтаю летать, посмотреть высока, как кружится земля сама. Я так мечтаю летать, может, эти слова поменяют с утра меня. Моя мечта. Обгоняя кометы, я узнал бы, где все хранятся секреты. Раздавал бы билеты и с собой убрал тех, кто ищет ответы. Но проблема в том, что я только мечтал. Всё это же идея мне мешает ночью спать. Я так мечтаю летать, не знаю, как её из головы своей прогнать. Я так мечтаю летать, посмотреть высока, как кружится земля сама. Я так мечтаю летать, может, эти слова поменяют с утра меня. Я так мечтаю летать, может, эти слова поменяют с утра меня. Я так мечтаю летать, может, эти слова поменяют с утра меня. Которая не должна сбыться. Это фантазия. Я им также отвечаю. Мечтаю, как раз, да, как раз должна сбываться. И мне кажется, я обязательно полечу. Реально? Да. А почему нет? Сейчас вот всё так быстро катится. Знаете, вот iPhone 6, я до сих пор в шоке. А чего ты в шоке? От того, ну, знаете, когда уезжаешь в лес, я часто езжу в лес с палатками, и когда уезжаешь в лес на 5 дней, не берёшь с собой телефон. Грибы любишь? Нет, я люблю свежий воздух. И посидеть у костра песни попить, конечно. Понял. И когда возвращаешься, на самом деле, минут 10 ты в шоке от телефона. Потому что, ну, 5 дней ты его не видишь, или там 7. И потом возвращаешься, и думаешь, как это всё вообще тут придумано? Если кто это придумал. Нет, такой свежий взгляд на всё это просто невероятный. Просто возвращаешься и понимаешь, что чувак из соседней палатки все 3 дня тебе звонил. Ну да, да. А телефон дома остался. А телефон дома, и он говорил, выходи, там, песню петь у костра начали. То есть, я так понимаю, что вы любите отдыхать вот таким вот образом, да? В лесу, под кастерочек, с гитарикой. Да, это самое чудесное, ребята. Абсолютно верное, точно могу сказать. Вот я так уже лет 10 делаю. Отлично. И нормально. Кто приучил тебя к этому? Я с 2-го класса начал ездить в лагерь детский, палаточный как раз. И поехало, пошло. Потом вожатый, потом друзья. А сейчас привычка. Ну, теперь уже да. Ну, мы, кстати, да, везде почти побывали. И в КВН поиграли, и вожатыми поработали. И вожатыми поработали. В разных местах. И вот вы выросли. Пришли к тому, что постелой торгуете. Правильно? Да. Это очень хороший маркетинговый год. Нет, на самом деле, если бы не работал с детьми в лагере, то не пришел бы к постеле точно. Все же для детей. Естественно. Главное, чтобы дети красивыми были. Да, очень. Значит, Ваня Перепелицын пишет. Парни, когда будет обещанный еще в марте альбом? Будет ли он вообще? То есть вы в марте, значит, обещали альбом. Да. А сегодня на эфире сказал, что пока синглы пишем. Обещали, обещали альбом. Но, знаете, музыканты такие люди. И вообще люди творческие. И просто мы в какой-то момент поняли, что сейчас альбом пока не нужен. Мы не настолько пока суперизвестная группа, чтобы альбом кто-то там сждал. Сейчас проще подкармливать синглами, а там, если, как все... Ну, вот как сейчас сериалы идут? Одна серия в неделю, один сезон. Да. Вот. Десять серий вышло, дальше ждем. По одной серии. Да, так же у нас синглы. Вот так и мы. По одной серии. Да. Как синглами кидаемся? Я понимаю. Ну, лет так через 35... Примерно, да, выйдет наш... Выйдет альбом. Длинный, да. Маленький. Длинный такой. Длинный был сериал. По одной серии в месяц уже. Санта-Барбара. Нет, лет через 10 просто у нас будет уже синглов 100. И выйдет эпишка на 5 песен. Да, да, да. Мы как-то решили. Парни, у вас в группе есть фото книги отзывов, спрашивает Роман Михеевич. Это вы с собой на концерты, что ли, берете? Да, мы решили. Или жалобы? Мы решили общаться с людьми. Знаете, вот, я просто не очень люблю интернет. Лучше книжечку почитать, сесть. Лучше пообщаться, написать от руки. Стоп. Извини, что перебил. Сколько тебе лет? 23. И ты не любишь интернет? Нет. Поэтому каждый день обновляешь фото. Я бы хотел познакомиться лично с твоими родителями. Как тебя такого, простите, воспитали, чтобы тебя не приучили к этой затягивающей всех и все паутинес? Нет, это не значит, что я там не сижу. Но я его не люблю. То есть, ну, я стараюсь... То есть, да, да. Я стараюсь минимально проводить. То есть, ты помидоры ешь, ем, но не люблю, да. Понятно. А будешь, буду. А книга отзывов, мы решили, что... Я к чему вы про интернет-то сказал? Что классно, когда человек может прямо сейчас на твоем концерте высказаться по поводу вашего выступления. И поэтому рядом со сцены всегда у нас стоит либо стол, либо стул, где лежит книга отзывов и предложений с ручечками. Люди подходят и пишут. Там мне очень вот это понравилось, а мне вот это не понравилось. Мы потом читаем все это и выкладываем в группу. Рассказываем, что в таком-то городе нам вот это посоветовали и так далее. Люди советуют, люди рисуют. Ну, в общем, прекрасная штука. Нам очень нравится. И общение с публикой идет отличное. Недавно нам нарисовали зеленую ручку и желтую ручку. Да, очень. У нас просто там много цветов. Слушай, сейчас секунду, да, я сфокусирую вот эту мысль. Зеленая ручка и желтую ручку. Да, мы, кстати, скоро выложим еще некоторые города, сфотографированные сегодня-завтра. И там будет этот рисунок. И удобно. Знаете, вот я приезжаю домой, мне спрашивают, как концерты? Я такой, держите. На, читай. Читайте. Вот что там написано? Как с дневником из школы. Да, абсолютно. Слушайте, а в этом есть фишка на самом деле. В этом фишка есть. Как все прошло. На, почитай. Так и есть. Да, клево. Маргарита Басерова, видимо, так ставится ударение. Любимая фауна. Привет, пишет она. Ну, это кто-то из ваших поклонниц. Расскажите смешную историю из гастрольной жизни. По скриптам Женя, помаши в камеру Марго. Это кто-то из своих, я так понимаю. Да, да. Это клаустрофобия на связи. Ну, давай, рассказывайте какую-нибудь смешную историю из гастроли. Ну, в каждом городе мы оставляли частичку себя. У нас было городов 8, по-моему, около того. И почти в каждом городе мы что-то забыли. Так. Я забыл все свои вещи в Калуге. Вместе с паспортом. Вместе с паспортом. Ваша педаль в Великом Новгороде. И Люба забыла, наш директор замечательный, забыла отдать ключи от квартиры в Тамбове, в которой мы начинывали. То есть квартира понравилась. Да, и мы уехали. У нас теперь трешка в Тамбове, если что, друзья. Если что, сдаем по... Кто-нибудь собирается в Тамбове. К сожалению, да. Я же сразу сказал, что мы ищем еще где пожить. Теперь есть Тамбовская квартира. Теперь есть Тамбовская квартира. Опасно. Так. Ну, какие еще были смешные истории? Ну, какие смешные истории? Весело было в Тамбове. В Тамбове живут наши друзья. И так получилось? Трубачи, тромбонисты. Всякие их два. Леша, Рома и вся остальная компания группы Карп. Мы с ними познакомились на Селегере. И потом как-то сдружились. Приглашали их с эссионными музыкантами в студию. А они нас... Леха, тромбонист, пригласил на свадьбу. На свою? На свою, естественно. Ну, мало ли. Вот. И, в общем-то, так получилось еще, что 22-го числа мая, в день концерта, была еще годовщина свадьба. Полгода. Вот. И мы поработали. Годовщина полгода. Зеленая ручка и желтую нарисовали. Была годовщина полгода. Но это 0,5 годовщины. И так вышло, и так вышло, что перед Тамбовым у нас образовался day-off. Ну, то есть свободный день. И, конечно же, ребята организовали нам этот свободный день в самых лучших традициях города Тамбова. А что за традиции в городе Тамбово? Баня-изба. Ну, то есть, что там еще было? Бильярд. Бильярд. В общем, мы классно просто... Я теперь понимаю, почему Белка там ключи-то не оставила. Потому что нам понравилось. Нет, у нас просто так получилось, что Люба концертный директор, а я директор по day-off. По свободным день, да. Классно, да, организовали. Day-off был хороший. Ну, понятно. В общем, что-то они скрывают. Есть там какие-то еще нюансы, о которых не хотят говорить, но это их лично. Почему-то так. Они в эфир не влезают, к сожалению. Давайте мы сейчас нас играем в этом часе. Закроем час, уйдем на небольшой перерывчик, потом продолжим. И все вставим. Что это будет? Следующая песня называется «Запускай». Хорошо, постараюсь. Как всегда, живой звук в программе «Живые» запускаю. Группа «Крольки» здесь сегодня. Поехали. Съедает солнце горизонт, это снова ночь, раскрывает синий зонт. И мне так грустно одному, звезды прячут сны и мою мечту. На полке с книгами письмо, никогда не знал, что найду его я, но... Поставив чайник на письмо, поставив чайник на плиту, я письмо читать начну. Съедает солнце горизонт, это снова ночь, раскрывает синий зонт. И мне так грустно одному, звезды прячут сны и мою мечту. На полке с книгами письмо, никогда не знал, что найду его я, но... Поставив чайник на плиту, я письмо читать начну. «Запускай свои руки в небеса, удивляй и не растрачивай себя». «Запускай свои руки в небеса, ты один из ста, чем сердце горит звезда». «Запускай свои руки в небеса, ты один из ста, чем сердце горит звезда». «В глазах моих блестит слеза, я не верю сам, это просто чудеса». «Автор этого письма, мой родной отец, как же без тебя?» «Он пишет, время не теряй, рядом ангел твой, вот ему и доверяй. «Вся твоя жизнь игра с судьбой, помни, я с тобой, помни, я с тобой». «Запускай свои руки в небеса, удивляй и не растрачивай себя». «Запускай свои руки в небеса, ты один из ста, чем сердце горит звезда». «Запускай свои руки в небеса, удивляй и не растрачивай себя». «Запускай свои руки в небеса, ты один из ста, чем сердце горит звезда». «Запускай свои руки в небеса, ты один из ста, чем сердце горит звезда». «Запускай свои руки в небеса, ты один из ста, чем сердце горит звезда». «Коллектив молодой, но рьяный, и мы абсолютно убеждены, что у них хорошее будущее. Ну, при вашей поддержке, безусловно, при вашем внимании. Пауза долгая была уже, надо бы чего-то спеть. Что это будет?» «Песня будет называться «Следующая в космос на машине». Оригинально. Попробуем. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня напомню кролики. Поехали. Этот день последний на земле Ты зришься, не надо Собираю вещи в полутьме Боишься, я знаю Сегодня полет И я твой пилот Кажется, что мир сошел с ума Ты не замечала А я в ответ с собой зову тебя Начнем все сначала Мы только вдвоем На автомобиле Расконюсь и полечу В космос на машине Я тебя с собой возьму На автомобиле Только ты не подведи В космос на машине Завтра вылет ровно в три На автомобиле На автомобиле Расконюсь и полечу В космос на машине В космос на машине Я тебя с собой возьму В космос на машине В космосе В космосе В космосе В космосе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз напомню группу «Кролики» здесь сегодня Коллектив молодой, коллектив интересный Привлекаем ваше внимание к нему Смотрите, какая штука Есть несколько тут, немного, но есть несколько сообщений На предмет того, что музыка такая вот для девочек Вот для девочек музыка И Рифат Акчурин, кстати, тоже музыкант Группа «Десятая мата» очень хороший коллектив Пишет вот что Вот все пишут, что музыка для девочек А для мужиков какая должна быть музыка-то, пишет он Аляна Следия Ари Все группы, поигравшие там С хардовыми гитарами, брутальным вокалом По-моему, довольно симпатичный музон На любителя, конечно, на вкус и цвет Тут дело скорее в аранжировках Может быть, недостаток опыта Но вот эти всякие ярлыки обидные для девочек Или же нужно петь о войне, о родине О воинах разного плана В мире куча других ценностей для девочек И девочки тоже бывают разные Я в данном случае один маленький отсыл хочу сделать Год в 1967 Я попытаюсь перевод этой песни А потом спрошу, чья песня Кто первый ответит, тот получит пирожок Так вот, как я этот перевод Когда-то в свое время Сделал для себя тоже Прелесть Рита Белечица Вряд ли что помешает взять Твое сердечко на буксир На стоянке той закрытой Я столкнулся с взглядом с Ритой Быстро заполнивший мой расчетный талон Ну, это вот на автобусах Не у нас, за границей Не говорю пока где Ее старила фуражка Сумка на плече и пряжка Придавали ей малость воинственный вид Прелесть Риты Белечица Можно спросить тактично Не желаешь ли выпить чаю со мной, Рита? Мне нужна была победа Я сказал после обеда, что хочу еще раз ее увидеть Ее счет наш Рита оплатила Даже в гости пригласила Я почти ее добился вместе с сестрой О, прелесть Рита Белечица Как же мне без тебя жить Дай мне намек, чтобы я мог помечтать Вау Лау Ле Рит Группа Битлз 1967 год Так вот, напомню вам Я ни в коем случае не провожу никаких параллелей Совсем еще молодые британцы Пели песни для девочек И 13-15 летние соплюхи Около сцены Рвали на себе футболки Рыдали, соплями умывались В итоге это группа Битлз Друзья мои, совсем неплохо Когда молодые ребята В самом начале своего творческого пути Поют песни про любовь Про потери Про сердечные раны Это же нормально Это же их тема В конце концов, рано или поздно Все это перерастет во что-то более такое Скажем, глобальное, серьезное Они пока этим живут И слава богу Что живут этим Слава богу Извини Что-то ты хотел сказать Да, тем более Когда мы поем для девочек Значит, на наших концертах Их должно быть много Соответственно Парни могут туда приходить И они будут знать Что А, о, кролики поют Они поют для девочек Значит, надо туда сходить Там много девочек Пожалуйста Это логично Кроме всего прочего Девочки-то они рано или поздно вырастут Правда Главное, чтобы они не остались одиночками Я имею в виду После 45 лет Так, чтобы группа Кролики Кошек на концертах Мы еще не видели Да Это я всякий раз Когда кто-то говорит Что молодые ребята Поют песни Вот для девочки Я всякий раз Удивляюсь Неужели вы не знаете Историю музыки, друзья мои Да все молодые коллективы Собственно говоря Поют о том, что им близко Было бы странно Если бы эти парни Сегодня здесь Пели про Утерянные годы В русской березовой роще Да, вот этот русский рог Сердце рваное мое Березовым соком Было упоено Да Родина Россия Ну, они любят Россию Я уверен Но при этом они любят девочек Это хорошо А девочки любят их А русских девочек 46-47 Короткий номер Для ваших смс Свои пробелы А дальше все Что хотели бы адресовать Коллективу Ну и понятное дело Ждем ваших сообщений Эмоций Впечатлений Вопросов Во всех возможных Наших соцсетях Значит Вот какая-то история Тут интересная была Я потерял Да, вопрос был Вот, нашел Бабочка-то висит На микрофоне Зачем? Красная Это Бабочка Завоевывает Я бы даже сказал Не просто О, а Можно прям Все вместе сделать А мне Ничего не дарят На день рождения Так Ну, просто я Жил Я сам не из Воронежа Я приехал из Сибири Сам ты не местный Понятно А в Сибири не принято Дарить на день рождения Парню что рыба Там нужно Ну да Там ведра с рыбой Дарят Каждый год? Нет Ну только на такие В смысле? Ну 5, 10, 15 Ладно Значит не о рыбе А бабочке Я о подарках На день рождения Ты сказал Что тебе ничего не дарят Ну да, да Все Поймали меня Поймали В общем мне Один год Ничего не подарили Кроме этой бабочки И вот теперь На каждый Концерт Я вешаю Бабочку И она На самом деле Просто бабочка С кроликами Там на красной бабочке Белые кролики Вот Женя Спасибо Спасибо Вообще Между прочим Эпохальное событие Живые кролики Абсолютно Погнали Этот крик моей души Запрещает мне молчать Разрываю Разрываю изнутри Не дает тебе Заврать Тогда послушай Эти песни Подарю Эти песни Тебе Ты незаметно Поселилась В моей голове Резкий поворот Судьбы Мне мешает Ночью Спать Заметая Все следы Мысли Чистые В тетрадь Когда же Встреча Я не могу Так долго Ждать Туманный Вечер Зачем Ввязался Не в силах Я себя сказать Простым Казался Оставь мне Сердце Я хочу Любить Тобой Отоплен Я И это Не остановить Все эти Песни Подарю Тебе Ты Ты Незаметно Поселилась В моей голове Тебе Ты 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 Оставь мне сердце, я хочу любить Тобой отрублен я, и это не остановись Все эти песни подарю тебе Ты незаметно поселилась в моей голове Напомню, группа Кролики сегодня здесь Группа Крови, а практически группа Кролики сегодня здесь Коллектив, как они пишут о себе играющий поп-рок, брит-поп и инди-поп Так это вот они именуют Но мы, в общем, не делим музыку на жанры Считаем, что если музыка хорошая То, в принципе, достаточно уже того Что ее можно и интересно, и приятно слушать Вот мне любопытно стало, на чем сами-то росли Какую музыку предпочитаете слушать у себя в плеере? Абсолютно совершенно разнообразная музыка И у каждого она своя Вот я, например, благодарен своим родителям В частности, папе, который мне, естественно, начал прививать Любовь к хорошей музыке Pink Floyd, Deep Purple Ну, потом я подростно начал слушать Сектор Газа Арию, Король и Шут В общем, испортился с возрастом Ну, не то чтобы Как бы я понял то, что музыки много И надо ее всю переслушать Да молодец, шучай Ну, конечно Так Ну, и, собственно говоря, сейчас я Люблю абсолютно разную музыку Ну, папа как на это реагирует, кстати? Вполне Вообще Очень даже хорошо К чему я очень удивлен У нас даже Мы когда купили новую машину Папа даже магнитол у нее стал покупать Потому как Мы с ним постоянно куда-то там ездили В деревню или еще куда-то Вот И мы песни с ним пели Всю дорогу Все три часа, пока мы ехали Начиная там от Арии Король и Шут Я там чем-нибудь свое Он скажет Нет, давай Король и Шут Вот Как бы папа сейчас В легкую может там Исполнить Ну, процентов 70 Всего репертуара группы Король и Шут В лед Вот А вот ты, Пинг Флойд, не споешь К сожалению Так что папа у тебя образовывается Лучше тебя Привет папе надо передать Конечно, папа привет Так Ну, на самом деле Росли мы там В принципе, у нас не было Особых вариантов На чем расти Король и Шут Так же там И так далее Причем не было вариантов Ну, к сожалению, у меня не было Других вариантов Я про себя То есть тебя привязывали к батарее И ставили на колонку Король и Шут Да как-то я попал в такую компанию Понимаете А сейчас Ну, а сейчас Ну, на самом деле Да, у нас у каждого У каждого в группе Очень разные вкусы Я люблю Там Джамир Аквай И все около того Фарл Вильямс Ну, я такой попа Мальчик На самом деле Я, например, слушаю Битлз Панк-рок ACDC Да, мы всегда Оазис На который На Оазис Подсадил Рома Оазис, да Оазис мы все любим Кстати, кроме Но мы еще любим Читать их интервью Так Иногда это даже прикольнее Чем слушать песни Хотя песни там Хитяры за хитярами А Женя Жень, что ты любишь? Я А я в детстве В Сибири Опять про Сибирь говорю Там До туда музыка не доходила И слушали Хруст снега Ты там Он сейчас обидится на тебя Нет Я уже привык Знаете Постоянно Тыкают в меня Тыкают вот это Ты не слушаешь Короля Шут Знаете, как они меня прививали? Вот почти к батарее Привязывали они меня Слушай, Короля Шут Ты в Воронеж живешь Сектор газа Хой-хой Вот это кричали А я как бы А я не хотел это слушать Но постепенно Все-таки Аклиматизировался Но С детства я Слушал тяжелую музыку В Сибирь Ну что бы там Идешь И в минус 45 Согреваешься Из последних сил Согревает мужика Борода Вот это имеешь в виду? Да, да У меня была борода Вот такая Понятно Там с 12 лет Люди бороду носят Даже женщина Там холодно Да, и инем Она покрывается Вот Папа мне любил Пинг Флойд И сейчас У вас папы такие правильные Так И сейчас Я наоборот Полюбил Пинг Флойд И мы с папой Можем петь Пинг Флойд И мы с папой Поем Пинг Флойд В машине И это Очень круто Вот Ай, браво А еще они же там Это Пинг Флойд Там многоголосия Иногда бывает Кто-то поет этот Ну как у грузин Да Ну это Пинг Флойд У Турцов есть Многоголосия Так что вот Не надо вот здесь И мы с папой По партиям И так раскидываем Hey you 4647 Короткий номер Для ваших смс Сначала свои Пробел А дальше уже Возможные вопросы Либо Может быть Какие-то эмоции Поделитесь пожалуйста Что вы испытываете Слушая музыку Этих ребят Сергей Пантюшин Пишет ерунду какую-то Дважды два равно пять Математики ответит Приблизительно Не понял я вообще О чем человек Может быть Я не прочитал С самого начала Из всей ленты Есть песня у Радиоха Это такая Может быть Может быть Но слушай Мы сегодня здесь Как это ни странно Для Сергея Группу кролики А что дальше Что будет Дальше песня Моя осень Называется Окей Как всегда Живой звук В программе живые Кролики здесь сегодня Еще раз напомню Поехали Моя осень Пришла Дальше слово Со мной не произойдет Ничего плохого Внутри меня Слепая грусть И сегодня Дома Целый день Буду я Одному Провести Всю неделю В пустой квартире Батарейки сели Осталось Лечь на диван И закрыть глаза Чтобы Увидеть Тебя Усни Встретимся Во сне Где будет Все не так Серьезно Держи Держи Все в себе Ведь говорить Об этом Поздно Мне стало Грустно От того Что ты Не рядом И не смотри В мои глаза Потухшим Взглядом Я не знаю Каким будет Завтра Мне неизвестно Потертая Карта В которой Есть Ориентир Но Не для Меня Пустой Вагон И пером В одно Счастье Стал Символом Прошлого Счастья В котором Были Только Ты И я Усни Встретимся Во сне Где Будет Все Не так Серьезно Держи Держи Все В себе Ведь Говорить Об этом Поздно Мне Стало Грустно Оттого Что Ты Не Рядом И Не Смотри Мои Глаза Потухшим Взглядом Усни Встретимся Во сне Где Будет Все Не так Серьезно Держи 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 Все В себе Ведь Говорить Об этом Поздно Мне Стало Грустно Оттого Что Ты Не Рядом И Не Смотри Мои Глаза Потухшим Взглядом Держи 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 Стало Грустно Оттого И Не Смотри Мои Глаза Ну ладно Лилиза Практически По мелодике Я не знаю Будут ли они Так же популярны В России Как Битлз В мире В данном случае Я говорю о группе Кролики Но то что у них Что-то определенное Есть Это правда Давайте Двемся дальше Понятное дело Что здесь Я сейчас наблюдаю За сообщениями Которые приходят И люди обсуждают Между собой Что за музыка Как она им нравится Или не нравится У нас аудитория Достаточно Прозорливая Многие очень чувствуют Музыку хорошо Кстати тут вот Николай Абдугалиев Тоже спрашивал о том Какую музыку слушаете А я этого сообщения Не видел Ну вот опять же Аудитория чувствует Все что происходит В эфире Недаром мы эту аудиторию В некотором смысле Приваживали Какое-то время Слава Богу Привадили Теперь вот что Ну хорошо Три года группе Три года Вы поете песни вместе Решились на то Чтобы из Воронежа Махнуть в Москву Шаг непростой Часто бывает Когда кто-то из коллектива Чаще всего фронтмен Говорит Так все пацаны Вы тут у себя сидите Если не хотите А я вот в Москву Кто со мной Тот герой Чаще всего отказываются Хотя бы какая-то часть музыкантов Ну там у кого-то Свои проблемы Не знаю Дети, семьи Мамы, родители Бабушки, дедушки Ну всякое бывает А вы взяли все вместе И свалили То есть вас ничего не держало В Воронеже Никаких привязок не было В городе Были небольшой Небольшой ряд проблем Даже Не знаю как Даже не проблем У нас как бы с Женей На тот момент Был последний курс Университетов Вот И нам нужно было Как-то Изловчиться И даже Идать диплом И защитить диплом И что у нас в принципе И получилось Даже очень Даже неплохо Ох Вот Как раз мы говорили Про темные времена Вот Как раз это были темные времена Как раз мы вот ехали На рок-иммунитет И Женя В поезде ехал Писал диплом На ноутбуке Я и только его не писал И в поезде И в лес И не в поезде И в машине И в автобусах Только на катере В море не писал Не, ну Рома Тоже вообще Должен был выпускаться Но у Ромы Произошло все Чуть-чуть по-другому Он просто перевелся На заочку Ну да И как бы Рома В этом году Рома в этом году Все предстоит Как бы Роме Ну да Тогда расскажите Кто из вас На что учиться Я заканчиваю Факультет Журналистики ВГУ Поролище Государственное Будущий журналист Да, да, да Евгений Я Я Нефтяник Газовик Еественный Правильный человек В группе Понял Чего будешь Ты инженером будешь Нефтяником Я уже инженер Видите я пошел All in Так сказать Молодец Либо нефтегаз В свое время Я тебе скажу по секрету В свое время Когда тоже поступали Мы в свои университеты Скажем Я подсмеивался Немножко над коллегами Своими Ну не коллегами Я имею ввиду Над своими товарищами Которые в Нефтегазовые институты Поступали Будете там Вот это вот Вот это вот Все грязные Бурить Вот эту фигню Зачем она вам Я тебе скажу На сегодняшний день Если бы я тогда пошел В эту область Вдруг мне бы так Это слегка Солнечный удар Лупанул бы Я бы пошел Я думаю У меня на сегодняшний день Было бы уже 35 радиостанций По всей стране Причем в холдинговом объеме И я бы был Единственным владельцем Этих радиостанций Как говаривают Да Ничего-ничего Радищик А вышечка там у него качает Молодец Правильно делаешь Правильно институт Для себя выбрал Ты кто у нас Да и я это Понятно Спасибо Павел Букет убрали Я закончил Воронеж Государственный технический университет Теперь я инженер Электрик То есть По возобновляемым Источникам энергии То есть Ветрогенераторы Солнечные батареи И все что с этим связано Понятно Это твой конкурент Между прочим Да в России Это будет через лет 40 Пока у нас Тепло Пока нефть есть У нас В общем в России Тебе не место Товарищ дорогой В твоей профессии Пока не место Через 40 лет Будет место Конечно Вот а такие дискуссии У нас решаются Ну-ка включай фифу Сейчас решим А Саша Саша у нас Милиционер Да ладно Ну бывший Я чуть-чуть Бывший Я старшенький Я старшенький Кто это Слегка Чем они Ну да Ну это видно Спасибо Ладно Ладно Ты Чем занимался В милиции Работал Да подожди Ну разные бывают Бывают ДПСники На ДПСники Это не похоже Худой сильно А там худых Не бывает Через месяц Пришел такой худенький Через полгодика Смотришь Такой уже хорошо У себя чувствует Но я опером По работам Вот это видно Инспектором По дежурным частям По работам Так Какое звание Старлей А что бросил А как я музыку буду играть Подожди секундочку Ты бы сказал бы Как я зарабатывать А хотя нет Ты же не ДПСник Все правильно сделал Тогда все правильно сделал Замечательный коллектив Замечательная Подобралась компашка Я вам скажу Клевая А чего ты так напрягся Нормально Знаешь какие тут люди Бывают иногда Я тебе скажу Есть группа К примеру Плаксы Так там один Вокалист Их двое Один вокалист Пожарный Ну реально То есть он работает пожарным Причем спасает людей Из огня вытаскивает Он герой Там со всеми делами Второй вокалист Завуч Средней школы По какой-то там По музыкальной части Завуч Но посмотрите на него Когда он на сцене Шляпа на голове Зубы они здесь Нормальная такая Панк-рок-команда Понимаешь Ска-панк такой Но при этом на работу Он ходит в галстурке Понятно Завуч в школу Так что не удивляйся Менты тут уже были Не переживай Все чисто Абсолютно Давайте дальше поехали Чего это будет Следующая песня называется Искать Хорошо Как всегда Живой звук В программе Живые здесь сегодня Группа Кролики Погнали Группа Кролики Группа Кролики Накрывает с головой Меня Сумасшедших чувств Заклипнутся Заклипнутся Вы водой Моря Ухожу на дно С прыжка Тень Тень Остывается окном Ночь Провожает Меня Сном Всю жизнь Искать Кого-то Всю жизнь Искать Чего-то Всю жизнь Искать Кого-то Всю жизнь Искать Что же делать Нам с тобой Старик Как понять О чем мечтать И в душе Томится Боль Может просто Подождать День Остывается Окном Ночь Провожает Меня Сном Всю жизнь Искать Кого-то Всю жизнь Искать Чего-то Всю жизнь Искать Кого-то Всю жизнь Искать И не найти Искать Всю жизнь Искать Кого-то Всю жизнь Искать Всю жизнь Искать Кого-то Всю жизнь Искать Живو-та Всю жизнь Искать Парни, я вас хочу поздравить, ну, во-первых, с премьерой на радио, надо сказать, что в полном звуке, как я понимаю, вы играете в радиоэфире впервые. — Да, спасибо. — Живьем. А во-вторых, с тем, что в ваших рядах сейчас прибавляются не девочки, а очень даже вполне себе взрослые женщины. Почему? Почему меня это так радует? За три года вы сделали огромный шаг, я полагаю, если до сих пор верили в то, что к вам на концерт ходят только девочки, которых сопровождают их молодые люди. Вот Маргарита Басерова пишет. Один из любимых треков, а ей-то уже почти 30. То есть это уже зрелая, очень опытная, я смотрю по аватарке, красивая женщина. То есть это тот человек, который, собственно говоря, доказывает, как минимум, что ваши песни близки не только девочкам, не только подросткам. Это же хорошо. — Это прекрасно, супер. — Чудненько. — Это прекрасно. — С этим я вас и поздравляю. Как минимум, сегодня вы в этом не лишний раз для себя убедились. Это хорошо. Я думаю, какое-то время спустя, когда мы с вами встретимся, здесь же в обсуждении появятся и другие женщины. — И постарше, может быть. — И постарше, возможно. Что тоже меня лично будет очень радовать. Значит, мы будем понимать, что вы идете правильной дорогой. Кстати сказать, когда идут рассуждения на предмет того, что, скажем, мужскую группу слушают женщину, и что? А что в этом, простите, такого плохого? По-моему, нормально. — Так все прекрасно. — По-моему, нормально. Сектор Газа — мужская группа, но я тебе скажу, у нее огромное количество женщин поклонниц. Вот сидит, например, проведет программы «Живые» и обожает группу «Сектор Газа». И нормально себя при этом. Нормальная, кстати, очень красивая, интеллигентная женщина, надо заметить. И при этом ничего, «Сектор Газа» ее как-то никак не смущает. Поэтому я в свое время, маленький такое отклонение с дуру, это было давно, в лохматые нулевые, попал на радиошансон работать. Ну, был такой эпизод в моей жизни. Год. Подписал контракт с дуру, не зная, куда попал. Тогда станция только открывалась. Для меня шансон — это «Шарля Знаву», «Редит Пиаф». А тут я подписал контрактик на год сразу. Потом пошел знакомиться с товарищами по цеху и с фонотекой. А тогда с дисков все крутили. Компьютеры там стояли только для того, чтобы такие огромные мониторы, чтобы хоть что-то там видеть в них, типа в интернете. Все такое. И когда я увидел перечень артистов, я вдруг подумал, что что-то упало мне на голову. То есть земля с небом просто сошлись в этом месте. Но, заметьте, я когда стал более-менее знакомиться с аудиторией этой радиостанции, я обнаружил там и профессоров, и докторов наук, и людей очень интеллигентных. Так что где ж угадать-то, какую музыку и кто слушает? Не обращайте внимания на девочек, они стареются временем. 46-47 это короткий номер для СМС, квашек сначала за ВАИ пишите, потом уже все, что хотели бы, парабельщики, все, что хотели бы адресовать коллективу. Послушайте, вот какая штука. Мне любопытно стало, помимо того, что вы играете. Понятно, да, я теперь понимаю, вы живете вместе, отдыхаете тоже вместе, чаще в лесу, правильно подрешать людей. Репетируете на своей собственной базе. Альбома пока нет, и вы пока еще его не планируете, потому как понимаете, что материала должно быть достаточно, чтобы выбрать лучшее, правильно? Да, все правильно. Скажите мне, вот сейчас задам вопрос, может быть, некорректный, но как есть. Люди в вашем возрасте, ну я сейчас и себя тоже имею в виду, когда-то тоже был таким, всегда спешат жить, всегда торопятся. Кажется, что жизнь далекая впереди, длинная, но вот в этом этапе надо схавать или схватить как можно больше. Значит, у вас есть такая возможность, что давайте, пацаны, сейчас альбомчик замутим, а этот альбомчик потом кому-нибудь, а вдруг понравится, сейчас нас на радио закрутят, ну и так далее. Почему и кто так размеренно вас, неужели Старлей научил жизни? Знаете, мы просто очень много думаем над тем, как вообще развиваться, в какую сторону и так далее, и анализируем, что происходит вокруг. Мы прям садимся и анализируем, клянусь. И вот если вы говорите об альбоме и синглах, то смотрите, сейчас такое время, ну я даже сам за собой замечаю, если я вижу новую группу и вижу, что у них вышел альбом, я не включу ее, потому что мама родная, 9 песен непонятно какой группы. А если я увижу, что у какой-то группы вышел сингл, я собираюсь на работу, собираюсь на учебу, я включу, послушаю. Ну, одна песня всего лишь, мне ничего не стоит. Соответственно, если мы выпускаем сингл, то большая вероятность того, что человек послушает. Вот. Сейчас замысловатую фразу ты сказал. И вообще, да, у нас с утра планерка, вечером совещание. Да, мы очень... А что планируете? Планируем на месяц дела, там, по развитию и так далее, пытаемся как-то... Прямо вот так? Да, у нас все прописано. Просто Рома хотел сказать то, что если выпустить альбом, из него послушают одну-две песни. Почему ты так думаешь? Ну, очень часто так получается. То есть ты сам так поступаешь, я понял. В том числе. И я тоже так поступаю. Да, да, почему? Мы этого не скрываем. А если выпустить один сингл, то его один точно послушают, больше вероятности. Так я тоже самое сказал. Ну, да. Поэтому альбом нужно выпускать, когда уже тебя слушатель знает, и у тебя есть какая-то аудитория, чтобы... Вот как-то вот так. Я первый раз, когда он сказал эту глупость, хотел поправить его, но второй раз уже не удержусь. Ну, чушь собачью ты несешь. Как тебя будет знать аудитория, когда у тебя альбома нет? Так а песни-то есть. Какие? Синглы выходят? Они разбросаны, они везде непонятно где. Ты знаешь, что такое интернет, что такое контакт? Я часто обнаруживал в контакте песни мне знакомых групп под другими названиями, под другими коллективами. И кто-то нарыл он кроликов, послушал. А я когда искал кроликов для анонса, да, мы же обычно в анонс выкладываем песенку коллектива. Я столько кроликов нашел. Там Король и Шут есть с названием «Кролики». Там столько, вот о чем я и толкую. А так много групп есть. А не надо, ты выпустил альбом, обозначил альбом, какой он есть, и вот именно в рамках этого альбома выкладывай себе сколько хочешь, сам выкладывай. И тогда, когда у тебя в официальной группе этот альбом лежит, и когда оттуда у тебя будут его дергать, уже не спутаешь одно с другим. Более того, аудитория становится сплоченнее, когда у коллектива есть альбом. То есть это получается, что альбом в некотором смысле результат трудов, понимаешь? Резонно. В смысле, я соглашусь, потому что я об этом не думал. Он еще попытался бы со мной поспорить. Молодец, конечно. Не, братцы, я сейчас, конечно, иронизирую где-то, но мне кажется, что вам тянуть нельзя. Все же нужно попытаться написать пластинку целиком, потому как это в некотором смысле отчетность за три года. Да. Ну а кто знает, может, она у нас написана, просто выкладываем и по одной. Мент, понятно. Я-то думаю, что же меня в нем так смущает-то? Он просто смотрит таким взглядом. Да шучу, расслабься, Клянин. Давайте петь дальше. Что это будет? Песня называется «Прощальная». Подожди секундочку, у нас еще впереди время есть. Но она так называется. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня кролики. Поехали. Я верю в тебя. Мы вместе поджигали время, и секунды долго тлели для нас. Но все однажды надоело, разобраться бы, в чем дело сейчас. Сейчас. И на прощание я выкину слова и спахну рукой. Эта история конченая, молча иду домой. Зачем же тогда пустые глаза? Храня тебе, воспоминая, Твои последние признания забыть. А день проснется утром ранним, Приведет меня в сознание остыть, остыть. И на прощание я выкину слова и спахну рукой. Эта история конченая, молча иду домой. И на прощание я выкину слова и спахну рукой. Эта история конченая, молча иду домой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот вроде бы услышал что-то В этом тексте есть какая-то собственная Правда, которую закладывал автор А оно со мной близко Оно мне близко, оно со мной коррелирует Поэтому эти песни, не знаю Этот исполнитель становится для меня близким, родным Интересным Когда человек стареет Он становится Во-первых, первое, циничнее Гораздо Во-вторых Сентиментальность Распространяется исключительно На Внуках Ну, потому что Детей, в общем-то, сентиментально не воспитывают Чаще внуками Я сейчас так заглядываю вперед Это я, конечно, немножко дальше И бы, чем надо было бы Ну и понятно Когда речь идет о любви То скептически складывается на лице такая Ухмылка Ну да, ну да, ну да И поэтому человек, уже переставший быть внутренне молодым К понятию любовь Относится весьма скептически Дай вам Бог сохранить в своих сердцах Вот эту юность вашу И петь песни про то, про что вы поете Всегда С таким открытым сердцем С такими открытыми, свежими Еще пока не испорченными Глазами Ну, вам есть кому удерживать У вас, вон, человек, который вас от испорченности убережет Всегда, он же постарше На страже У него же опыта больше Ты понимаешь Он же знает, как наставить И на какой путь надо наставить молодых людей В общем, братцы, спасибо вам, что вы приехали Спасибо, что были у нас Спасибо, что показали свое творчество Еще раз про концерты напомните Это важно Тридцатого у нас Вилкобар Питер Мы играем в баре Вилкобар В Питере Вот так Девять вечера Шестого мы играем на отборочном Крымфеста Полуфинал, к сожалению, пока не знаем А где это все будет? Пока, к сожалению, еще нет информации Но в Москве же В Москве Да, в Москве И 12 июня На какой-то площади в Санкт-Петербурге На самом деле тоже точно мы не знаем Хорошо Ну, в Питере она одна В принципе, никто не запутается Да, я шучу Ну, естественно, в группе Потом у себя уже отметите Да, конечно Заходите к нам в группу У нас там постоянно обновляется информация Так вот, прежде чем вы споете Последнюю вашу песню Как она называется? Ну, сегодня Песня называется «Детство» Ну, понятно Да Да, я хочу сообщить Эту музыку «Кролики» Ну, а дальше до конца недели Вам сообщу потом, кто и что Все, закрываем программу Сегодня с группой «Кролики» Спасибо, что были у нас Будьте здоровы До завтра Пока Поехали А помнишь Будто бы вчера Мы бежали за рассветом И ловили облака Мир у наших ног Как вишневый торт И каждый Кто летал во сне Вспоминает свое время И с улыбкой на лице В детство Хочешь на час Хочешь вновь попасть Ну, кто же остановит время? Пою об этом с сожалением я Ну, кто же остановит время? Кто-то, но не я Ну, кто же остановит время? Пою об этом с сожалением я Ну, кто же остановит время? Пою об этом с сожалением я Ну, кто же остановит время? Кто-то, но не я О-о-о 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 О-о-о-о 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 О-о-о-о-о